Динамо 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 Есть ответ Аналогично в первом темпе Дмитрий Жук Жука Он же сейчас в приёме Атака задней линии Зенит Здесь ногой играют Но Не хватает Пространства к Санкт-Петербургскому клубу Чтобы завершить этот розыгрыш С 2021 по 2023 годы выступал за Нижегородский АСК этим летом. А это что? Это один в один Федор Воронков закрывает только что атаку задней линии. Человек, который смог изменить ход четвертого сета против нового рейнга Страфакела. На его подаче, по-моему, здесь отлично. Давайте досмотрим эпизод. Титич от блока отыгрался. Будет передача. Будет еще одна попытка у Андрея. Еще один отыгрыш от блока. Какая неразбериха на стороне «Зенита». А Панков в защите. В доигровке будет Денис Богдан. И эпизод заканчивается атакой от руквау. Яковлев. Ну и, конечно, аплодисменты Жене Гребенникову. Евгений Заступов появляется на площадке номинальный лидер. Но сегодня он в форме доигровщика. Будет помогать команде в защите. Титич. И есть. Поднятие. Железняков на тройном блоке. Отличная страховка. Воронкова. Титич на тройном. Уже на двойном. Был готов Цветан Соколов к тому, что скидка проследует. А здесь не хватает. Не хватает высоты передачи. Для Цветана Соколова. 17 очков Санкт-Петербурга. И давайте весь эпизод еще раз посмотрим. Титич высокий прием. Передача ему уже следует. Еще одна скидка от Андрея Титича. Но это опыт, дорогие друзья. Андрею Титичу не нужно выпрыгивать по пояс над сеткой. Не нужно вколачивать мяч во второй метр. Евгений Баранов вместо него готов принимать подачу Андрея Титича. Хороший прием. Первый темп. Илья Власов с огромной высоты снимает. Практически выше рук соперника. Соколов. Хорошая подача. Но Воронков в приеме. Тройной блок ему противостоит. Соколов. Баранов ему будет отдавать передачу. Тоже на тройном блоке. Страховка Власова. Двумя руками на сторону соперника. Передача в диагональ. Соколов и здесь. В защите. А вот это было чище от Максима Космина. 20-18. Мы долго-долго страховали друг друга. Волейболисты бело-голубой форме. На задней линии будет играть. Играть. Зенит. А это... Илья Власов. Гвоздя дал. Павел Железняков подает. Все, Мышев. Прием отличный. Продолжает задействовать Илью Власова. Павел Панков. Еще один первый темп. 20-21. Мощная подача Федора Воронкова. И это 23-е очко для Санкт-Петербургского Зенита. Костя в двух очках от того, чтобы забрать первый сет. После паузы всегда тяжело выходить. Исполнил не то чтобы опасно, но надежно. Скорее будет еще одна попытка у Динамо. В защите. Отыгрывает Железняков. Идич. Еще одна попытка у москвичей. И здесь на блоке переигрывает своих соперников Денис Богдан. Мяч от рук. Петербургцев улетает ваун. Добирался Богдан от рук к тому, чтобы ввести мяч в игру. Именно ввести. Я думаю, не будет рисковать Денис. Так и получается. Все равно выбитый прием у Зенита. Ну, на вот этом блоке, кажется, попадает по рукам Федор Воронков. А мяч даже в площадке. Там запрос был не на блок. Точка в первой партии поставлена. 25-23. Точнее, 23-25. В пользу гостей Санкт-Петербургский Зенит выигрывает первый сет. Начинается первая атака с атаки первым темпом. Тичич отдает передачу на Воронкова. И есть первое набранное очко. Зенитом в сете под номером один. Константин Брянский продолжает верить в Дениса Богдана и Антона Семышева. Так что составы на второй сет те же, что и начинали, и заканчивали сет первый. Аплодисменты сегодняшней встречи продолжает Федор мощно подавать, как из пушки заряжает Воронков. А это пушка в ответ. Антон Семышев выстрелил от души. 2-3. Динамо сокращает отставание. Разминочную кофту. Возможно, скоро его мы увидим на площадке. Цветан Соколов. С диагонали. Традиционно хорош. 5-4. Но и с 2020 года, по-моему, вступает в Санкт-Петербурге с паузой. Но все же на сезон 21-22. И вернулся Коваляв в зенит. Илья Власов! Илья Власов! Гибридный вариант подачи. И прочитал сейчас Иван Яковлев. Вот это да! На этой стороне 48. На все матчи. Для лидера это, конечно, не критически, но все же не самые лучшие цифры. А вот и эйс от Динамо. Досталось Федору Воронкову. Мяч его коснулся. Евгений Баранов. И есть прием у Динамо. Первый темп. Уже пошел перемещаться. Читать, читать эту передачу Иван Яковлев, но не прочитал. Молодой, как его назвал Виктор Сидельников, молодое дарование. Тимофей Тихонов на площадке появился. Тут же ему передача отправляется. Но в страховке. Динамовцы. Чем закончится эпизод? Все. Перебор касаний на стороне москвичей. Ссылась на интервью. После матча с Белокурьем выполнять установку тренера. Богдан в приеме. Богдан без блока. В атаке. Богдан шикарен. 19 очко Динамо. Играя так у женщин. Девушки любят рисовать первому темпу за спину. Мужчины не так часто это делают. Вот такая экзотика. Поднимал этот мяч в защите Тимофей Тихонов. И сразу три игрока «Зенита» попытались его спасти. Но так Антон и Семышева с задней линии. Антон Семышев. Плюс пять. У Динамо пять сетболов. Дмитрий Ковалев решил поиграть с нервами соперников. Взял эпизод в свои руки. Подача Ковалева. Баранов справился. Первый темп. Это надежно. По крайней мере сегодня у Динамо это именно так. Илья Власов 25 очко набирает. 25-22. Счетом 3-2 практически не дает. Для того, чтобы пройти в следующую стадию. А именно в финал Кубка России. Здесь отличная атака Цветана Соколова. Укороченная партия до 15 очков. Которая выявит победителя серии полуфинала Кубка России. Классный эпизод технично. Здесь Ковалев одной рукой отдает передачу. И разорванный блок, которым воспользовался Павел Железняков. Ковалев. Красота. Скандируют на петербургские болельщики. Максим. Поддержку Космина. А здесь первый темп снова у Динамо проходит. Раз за разом. Панков выбирает передачу в диагональ. Женя Гребельников. Аплодисменты однозначно. Самотверженная игра в защите. Отличный выбор позиций. Здесь страховка. Железняков поработал в защите. А Тимофей Тихонов. Мне кажется, нарывается на немилость главного тренера. Расслабленной рукой Тимофей Тихонов решил перебивать этот мяч. Мощный подброс и мощная подача Гребельников. Как всегда на высоте Женя. У Динамо будет шанс забить. Денис Богдан. Смахнул так смахнул. Целенаправленно действовал Богдан. Зрячек целился по краю руки. Как он рассказал, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Илья Власов. Это не первый темп. Это темпище. Ничего не смогли с этим сделать. А здесь какая красота от «Зенита». Ковалев. Как он смог выполнить эту передачу? Ну, прошло ведь. Максима Космина. Но, однако, гибрид. Такая современная тенденция подающих в волейболе. Подброс, который можно реализовать как силовую, так и планирующую. Отлично. Ставит точку Павел Железняков. В этом длинном розыгрыше. Возволь. Снова в Богдана. Вот это невозможно. Невозможно сегодня проконтролировать «Зенита». Достаточно много. Но на 90%, я думаю, арена заполнена. А это значит, в районе 3000 человек сегодня. В Москве на волейболе. Цветан Сокола всрывает аплодисменты как раз-таки многочисленных болельщиков. 19-14. О, глян, выбитый прием. Соколов на тройном блоке. Внимательно. На задней линии Федор Воронков. И его атаку в спальне смягчают. А Дмитрий Жук... Это не Жук, это Жучище. 20-15. У него тоже сегодня не очень-то и получается. Много ошибок. В этот раз подача вышла, но не Эйс. Здесь после атаки первым темпом важнейшее очко Динамо зарабатывает. Поднимает этот мяч после атаки Яковлева. Яковлева. Раз. Право у Динамо ошибиться. Осталось два. А это Эйс. Вот так-то не был готов в такой подаче Евгений Баранов. Динамо выигрывает вторую партию для себя. Евгений Баранов в приеме. Цветан Соколов! Да нет же, не Цветан Соколов! Что творит Федор Воронков? Соколов! Не представляю, что чувствует в этот момент Цветан. Подстающих. И ярость. На лице Сидельникова. А здесь Павел Железняков. Изменилась траектория полета мяча после касания блока. И не был к этому готов диагональный синий-белый-голубый. Отличный прием Евгения Баранова. Соколов снова в атаке. Соколов в огне. Соколов горяч и могуч. 5-6. Цветан сокращает отставание Динамо. Тихонов. Поцеленная подача. Богдан. Нет. Передача на заднюю линию. А вот теперь Богдан. И как же там в порядке, Ли. В порядке. Ли Семен Кривиченко. Вроде когда он сейчас так через щит переступал. Перепрыгивал. Что зацепился за него. И буквально рухнул. Мощнейшее. Павел Железняков. Задрал кожу. Семен, но он отказывался. Атака задней линии у «Зенита» проходит. 12-9. Соколов. Еще один эйс. Светана Соколова. Как вовремя включается «Болгарин». Крайне необходимо побеждать в этой партии. Дабы еще сохранить себе шансы на проход в финал. Дмитрий Ковалев вспомнил, что он тоже имеет право на атаку. И получилось шикарно. От своих игроков. И, наконец-то, она прошла. Илья Власов. Илья Власов. Безоговорочно. Безусловно, сегодня хорош. Денис бы и атаковал. Но Павел Панков сейчас предпочел. И эпизодом ранее предпочел оттать «Цветану». Как и в этом эпизоде «Цветан». Снова хорошая атака. Практически удалось утратить этот мяч. Тимофею Тихонову. Но «Цветан». Мощная атака. Павла Панкова. В этот раз укороченная. Будет с вертикального прыжка практически с места атаковать. Федор Баранков. А первый темп «Динамо» прикрыл. Дмитрий Жук. Космин на подаче. Богдан. Первый темп «Динамо». Сегодня он опять с плюсом. Соколов. Разорванный блок. Женя Гребенников достает и достает в этом же эпизоде. Тимофей Тихонов. Но сам же Тимофей направил мяч в недосягаемую зону. Его было практически невозможно достать, если бы кто-то из петербуржцев там не стоял изначально в концовке этой встречи. Соколов. Подача на вылет. Светан Соколов ставит точку в этой встрече и во всей серии. 25-20. «Динамо» побеждает со счетом 3-1. И московская «Динамо» после видеопросмотра «Со мной собой», который еще один остался у Виктора Сидельникова в запасе. Сейчас видеопросмотр нам подтвердит попадание мяча в площадку. Все. «Динамо» победила. «Динамо» выходит в финал Кубка России. «Динамо» победила.